Вообще, я хотел сегодня поговорить не про Россию, а про Украину. Давайте попытаемся представить, как и с чем Украина выйдет из этой войны. Из войны, которую Россия Украине уже проиграла. Первое и самое заметное приобретение. За эти три недели у Украины появилась точка национальной сборки, можно назвать национальный миф. У многих стран есть идея, исторический эпизод, который объединяет граждан. В Соединенных Штатах это война за независимость. В России это победа в Великой Отечественной войне. Такой эпизод Украины, общая ее история, сегодня это победа в войне за независимость. В сегодняшней войне. В войне навязанной, но выигранной. Для Одессы и для Ивана Франковска это будет общая история и общая победа, в которую все что-то вложили. Взрывы, на которые все слышали. В которой у каждого есть знакомый, который пострадал за свободу. Долгое время взгляды у людей, живущих на Западе и на Востоке Украины, не совпадали по многим важным вопросам. Чтобы это заметить, не нужны никакие соцопросы. Достаточно посмотреть на карту результатов любых общенациональных выборов. Чаще всего Восток и Запад страны голосовали по-разному. Почти по всем темам, начиная с евроинтеграции и заканчивая ностальгией по СССР, Восток и Запад находились по разные стороны. Для такого напряжения были объективные причины. У Львова и Харькова, помимо огромной разницы в экономическом устройстве, не было никакой, в общем-то, общей истории. Даже в составе Союза они появились в очень разное время и на очень разных условиях. Но теперь же все эти противоречия и несовпадения стали не важны. Жители Киева, Одессы, Харькова, Львова, украиноязычные, русскоязычные, жители промышленных регионов или туристических, либералы, националисты, социалисты, горняки и блогеры вместе отстаивают свою свободу и независимость. У граждан Украины впервые появился бесспорный сюжет, который объединяет всех. Это прекрасно видно на рейтингах одобрения Владимира Зеленского. Он символ этой отечественной войны. По нему легко замерять эти настроения. Один из самых зашкаливающих его результатов во Львове. Может вам это не кажется странным, но Львовская область это единственный регион, где в 2019 году Порошенко не просто выиграл у Зеленского, но выиграл впечатляющий результат. Страна, которая справилась с мировым злом, многократно превосходящим злом, это безусловно то достижение и та точка, которая будет выше любых локальных противоречий. Второе важное обстоятельство. Украина стала самой лучшей страной мира. Сейчас объясню, что я имею в виду. В мире постоянно идет множество военных конфликтов. Практически по всем из них вы встретите в развитых странах противоположные мнения. Даже самые адекватные американские спикеры, почти под каждым словом которых я был бы рад подписаться, могут вдруг осудить Соединенные Штаты за поддержку Израиля, потому что он, эдакий нехороший такой, имеет наглость с оружием в руках успешно бороться за жизнь. Ирак, Афганистан, Сирия. Среди политиков, звезд, публичных интеллектуалов развитого мира. Все эти и другие конфликты – повод для горячих дискуссий. Но не российское вторжение в Украину. Тут мы наблюдаем совершенно невиданную солидарность. Даже отставные кинозвезды, которым паспорта лично Путин вручал, не рискуют сказать нечто хотя бы двусмысленное. Украина, видимо, даже частично спасла американских федеральных бюджетников. Принятие бюджета, которое в прошлые годы длилось вечность и уже не раз приводило к остановке работы правительства, сейчас пролетело почти как голосование в Российской Госдуме при полном согласии двух партий. Просто потому, что в нем рекордные 13,5 миллиардов долларов помощи Украине. Никто не готов это торпедировать. Сейчас переключимся на рекламу и продолжим про это все говорить. С русским миром, который Путин несет своими градами, теперь все еще хуже. Потому что даже если отложить соображение патриотизма и теоретически просто подумать про холодный прагматизм, то украинский паспорт на российский менять теперь просто глупо. Иначе как под дулом автомата человек на это никогда не согласится. Мечтать теперь нужно об обратном. Украинский паспорт стал одним из лучших в мире. Развитые страны массово упрощают для украинцев всю бюрократию.